Ну что ж, Питер Заломаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации Евразийско-демократическая инициатива, присоединяется к нашему эфиру. Питер, здравствуйте, как обычно, рады вас видеть. Добрый вечер. Как обычно, взаимно, друзья, добрый вечер. Ну что ж, смотрели сюжет, новый пакет военной помощи на миллиард двести миллионов долларов. Прокомментируйте, пожалуйста, на сколько знаковое событие. Ждем вашей экспертной оценки. Ну, оно, я бы не сказал, что это знаковое событие, оно, разумеется, крайне обнадеживающее в том смысле, что помощь продолжается, она не останавливается, несмотря ни на какие заявления, никаких там политических демагогов в Вашингтоне. Это показывает, что все-таки, знаете, так называемый deep state, глубинное государство, работает, институции работают, и механизм запущен. И вот этот инерционный процесс, он идет. Сумма миллион, извините, один и два миллиарда долларов. Это в два с половиной раза меньше, чем предыдущие три миллиарда долларов. Но, тем не менее, чтобы мы поняли, еще раз, вот давайте просуммируем, мы сейчас говорим, от 37 миллиардов долларов, которые уже были даны Украине в качестве военной помощи. Это беспрецедентная сумма. Но, вот знаете, есть и другая цифра. Мы слышим о цифре 30 миллиардов долларов сегодня. Некие военные эксперты западные об этом сказали, что вот эта сумма еще плюс 30 миллиардов долларов в результате понадобится Украине, чтобы уже окончательно освободить свою оккупированную Российской Федерацией территорию. Поэтому впереди действительно очень много работы. Но если мы говорим про этот пакет помощи, то основной акцент все-таки сделан на борьбу с бесплатными литератными аппаратами, боеприпасы для этой цели. И в целом усиливается сейчас противовоздушная оборона Украины. Об этом говорит Пентагон, об этом говорит и Блинкен. Ну и то, что мы услышали все-таки от Британии, что Британия все-таки готова дать Украине эти стром-чайры с ракетной радиусом действия 250 километров. Это мне говорит о том, что все-таки это, разумеется, скоординированная работа самых близких, наверное, партнеров Западного Альянса. Это исторически США и Великобритания. С тем, чтобы именно Великобритания пошла на этот шаг. Вы знаете, что Великобритания была первой, которая решила дать свои танки Челлендж-2 Украине. И вот сейчас она первая дает Украине то оружие, которое позволит Украине освободить не только Родоприазовье, но и Крым. Вот, разумеется, гарантии от Украины, что удары не будут производиться по территории России. Но, опять-таки, Крым, мы знаем, это не Россия, это Украина. Очень важный шаг. И, опять-таки, тут нельзя недооценивать все-таки влияние Вашингтона. Без добра и благословения Вашингтона на этот шаг, Британия бы не пошла на это. И поэтому, когда мы, знаете, искушаем критиковать Америку, что она до сих пор не была атаками Украине, нужно понимать, что Storm Shadow – это, в принципе, вот такой альтернативный вариант, который все-таки был найден. А, Питер, хотел бы только уточнить, что вот эти 30 миллиардов долларов, о которых Вы говорите, которые нужны Украине для успешного контрнаступления, страны J7 уже заявили, что они планируют выделить эти 30 миллиардов для Украины. Питер, видим беспрецедентную помощь, да? 37 миллиардов в общем США нам уже помогли в военном плане. В то же время выходит Дональд Трамп и заявляет о том, что США посылают Украине слишком много оружия, и Трамп отказывается называть Путина военным преступником, не гарантирует, что в случае своего президентства он будет поддерживать военную помощь Украине. И снова это дает нам серьезный повод для размышлений, не будет ли подвергаться существенным рискам военная помощь Украине, переосмотрения этой программы после очередных выборов в президентских Соединенных Штатах Америки? Если выиграет Дональд Трамп, конечно, да. Конечно, да. И Дональд Трамп показал, продемонстрировал свою способность переписывать на корню всю американскую политику, в том числе и внешнюю политику. Он человек, который в глубине своей души презирает институции, институции, на которых стоит, собственно, как на столпах американская демократия. Это глубоко антидемократический проект, это антизападный проект, это авторитарный проект, я имею в виду Дональда Трампа и его политическую философию, и философию тех, которые его поддерживают. Опять-таки поставим в ряд Трамп, поставим в ряд Эрдоган, Виктор Орбан, бывший президент Бразилии, Болсонару, и, вы знаете, даже Владимир Путин, тот факт, что Дональд Трамп до сих пор отказывается критиковать Путина по имени, как говорят, назвать лопату лопатой. Здесь такое выражение Америки, calling spade a spade. Говорит о том, что это действительно глубоко враждебный нам элемент. Поэтому все очень надеемся, что Трамп не победит. Я думаю, что есть хорошая надежда надеяться на это. Все-таки буквально на днях суд присяжных присудил женщине, которая обвинила Трампа в попытке изнасилования 5 миллионов долларов, которые Трамп должен выплатить ей. Это все-таки суд присяжных, это не какой-то отдельно взятый судья, это не какие-то, знаете, демократы-политики или журналисты левацкие, а это реальный суд присяжных. Поэтому Дональд Трампу будет, наверное, сложнее объяснить вот этот, в частности, случай. Поэтому да, но сейчас нам не выгоден Дональд Трамп в качестве президента, разумеется. Если это будет другой республиканец, я думаю, что все будет намного спокойнее для нас. Вы видели заявление и Кевель Маккарти, главы республиканцев, большинство в Палате представителей. Он исправился в последнее время и стал говорить правильные вещи. На правильных позициях остаются, разумеется, и Мич Макконнелл, глава республиканцев в Сенате. Ну, а демократы, разумеется, можем ожидать продолжат эту политику поддержки Украины. Но, опять-таки, многое будет зависеть от исхода этого контрнаступления. Все-таки мы слышим больше и больше голосов, которые призывают к тому, чтобы уже к концу года Россия и Украина присадились за стол переговоров. И последним таким голосом была, опять-таки, старина Генри Киссинджер, который сказал, что думает, что к концу года так или иначе обе стороны... на стол переговорах, так как обе уже к тому времени выдохнутся. Ну, да, Питер, и вот в развитии нашей беседы отметим, что президент Украины Владимир Зеленский отверг опасения относительно того, что Украина может потерять поддержку Вашингтона после президентских выборов США. Зеленский в интервью BBC пощихнул, что к этому времени украинцы уже одержат победу в войне против Российской Федерации. А сейчас, Питер, немножко сменим вектор беседы. Мы с вами в прямом эфире. Меняются события, они как в калейдоскопе. Вот буквально несколько часов назад появилась информация от посла Соединенных Штатов Америки в Южной Африке Рубина Бригетти относительно того, что Южная Африка подозревается, мягко говоря, в поставках оружия России. Та самая Южная Африка, которая как бы в статусе нейтралитета. Бригетти, в частности, упомянул об одном из декабрьских инцидентов, когда было замечено в одном из южноафриканских портов было замечено российское грузовое судно «Леди Эр». И подчелкнул Бригетти, что там, на этом судне, возможно, были погружено оружие и боеприпасы. Что вам известно вообще о данном заявлении? Как вы считаете, проанализировав все, учитывая ваши инсайды, возможно, на самом ли деле Южная Африка играет вот в эту игру, и что статус нейтралитета – это так, лишь на словах? Особых у меня тут инсайдов нет. Я только, единственное, сошлюсь на слова американского посла. Я уверен, что он бы не сказал этого, если бы я был уверен в том, что он говорит. А он так именно и сказал, что у меня нет никакого, ни малейшего. Я готов, то есть, руку свою дать на сиденье, если я ошибаюсь, что это когда перегружались из одного судна в другое некие товары, что это было именно оружие, именно ракеты, снаряды. Я думаю, что просто согласно вообще всей традиции американской дипломатии такие заявления делаются, когда есть конкретные факты. И меня абсолютно не убеждает южноафриканская сторона, которая в лице президента Сирила Ромофоса, он сказал, что он ничего про это не знает, и где факты. Мне очень обидно сказал он, что таким образом портятся наши отношения с Штатов и Южной Африкой. Знаете, я думаю, что этот факт был, опять-таки, это можно объяснить также контактами, которые участились между дипломатами российскими, я говорю в частности про Сергея Лаврова, который побывал уже в двух турне на африканском континенте и встречался с южноафриканскими коллегами и всячески российская дипломатия, будем так говорить, пытается продвигать антиколониальные, антиянки, антианглосаксонские месседжи на африканском континенте, где также, вы знаете, орудует ЧВК «Вагнер». И поэтому в этом контексте еще этой группы под названием «БРИКС», куда ходит Бразилия, Южная Африка, Индия, Китай и Россия, я думаю, здесь речь идет о координации подобных действий, и не исключено, что решение Южной Африки таким образом секретно поставлять России оружие было принято с подачи Китая, Китая, который, разумеется, все-таки еще оберегается этого шага, зная, что за этим пойдут санкции, которые очень сильно ударят по китайской экономике, поэтому не исключено, что Южную Африку тут использует тот же Пекин в качестве прокси, через которого эта поставка оружия идет, собственно, как и в случае с Ираном, который тоже наверняка имеет благословение от Пекина в поставке России шахедов и других видов вооружения. Поэтому тут нужно понять, что будет делать Южная Африка. Я думаю, что Америка имеет все сейчас возможности так надолить на Южную Африку, чтобы не гоже было впредь это делать. Замечу, что Южная Африка по размеру 39-й по объему для США торговый партнер, и вот в прошлом году сумма, объем торговли составила 13,2 миллиарда долларов. Вот, сравнить с торговлей России и Южной Африкой, это составляет совсем ничтожную часть от этой суммы. Все-таки Южная Африка, несмотря на то, что это черная страна, страна, которая победила апартеид, все равно является вот такой, его называют даже частью англосаксонского мира. Это не совсем правильно с точки зрения этническо-лингвистической, но, тем не менее, это страна, которую приятно считать, по крайней мере, на африканском континенте либеральной демократией и частью, может быть, даже по-своему западного мира. Ну и вот то, что вот сейчас стало известно в результате расследования, и что заявил меганский посол, это серьезнейший скандал, который сотрясает сейчас Южную Африку. Я очень надеюсь, что и президент Робофоса, и все остальные ребята, они сделают правильные для себя выборы и перестанут потакать военному преступнику. Ну, тут главное, чтобы у Соединенных Штатов Америки по-прежнему оставалось время на решение украинского вопроса. Я о чем? Последняя смена, не смена, а усиление риторики Великой Британии за последние недели и ее действия о том, что нужно решать, не будет простым вопрос с самым опасным дураком мира, как его сегодня Путин им назвала Нью-Йорк Таймс, что нужно... решение вопроса будет непростым. Решение о высокодальнобойных ракетопередачи. Британия снова заговорила о передаче нам истребителей. Все это дало повод некоторым экспертам предположить, что Америка отойдет в сторону от украинского вопроса, потому что ей время заниматься Китаем, с которым у нее усложняются отношения, а Британия именно выйдет на первый план по украинскому вопросу. Как вы считаете, насколько реален этот план? Этот план вполне логичен и он просматривается. Вы сослались на статью Томаса Фридмана как раз в газете Нью-Йорк Таймс, где он очень подробно объясняет стратегический просчет Владимира Путина. И тем не менее, вы знаете, в конце статьи тревожную нотку, которую разделяют многие в американском политикуме, что Путин способен на все случаи проигрыша. И опять-таки мы говорим сейчас про ядерный сценарий. И этим объясняется нежелание Америки давать и Украине. Вот такую вот картину мы видим, где именно на Европу, и в частности на Британию, возлагается вот эта миссия все-таки дать Украине то оружие, которое будет иметь решающий фактор в украинском контрнаступлении. Вот именно то, о чем говорит Дома Трамп, возвращаясь к Трампу, Трамп говорит, что Европа должна взять на себя большую долю ответственности за конфликт, который происходит на ее континенте. Вы знаете, и его избиратели, и его сторонники считают абсолютно логичным такого рода заявление. Поэтому я думаю, что и со стороны Байдена сейчас вот этот весь процесс, знаете, переориентации, скажем, на Европу, когда касается особенно чувствительных видов вооружения, даст возможность демократской администрации, Белому дому немножечко не так реализовать подобные заявления от своей политической позиции, от республиканцев. Вот смотрите, вы об этом говорите, мы потихонечку именно это и реализуем. И считаем, что именно Европа должна принимать на себя большую долю ответственности за этот конфликт. Поэтому да, пока об этом говорить, конечно, рано. Все равно Европа не может ни по уровню все-таки вооружения, за исключением, может быть, Великобритании, ни по просто объему этой помощи, не дотягивать просто до уровня Америки. И без Америки все равно мы не можем говорить, как бы, о успешном завершении процесса освобождения украинских земель. Но, опять-таки, вполне реально, что мы в течение следующего года будем видеть это смещение акцента. Питер, спасибо большое за этот экспертный анализ. На самом деле, очень важный и конструктивный разговор. Питер Залмаев, американский политолог, директор Международной некоммерческой организации «Евразийско-демократическая инициатива» присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Всего доброго!